Интервью автора расследования о Вагнергейте. Что Христо Грозев рассказал о возможной утечке информации спецслужбам России и Беларуси. Миграционным кризисом управляет Москва. Денис Монастырский рассказал в парламенте, чему должна быть готова Украина. Прививка от российской агрессии, о чем договорились в Вашингтоне министры обороны Украины и США. Пополнение в когорте нелегитимных. Конгресс США предлагает не признавать Путина президентом России с 2024 года. Какие основания? Дипломатический прокол. МИД Украины требует опровержения слов болгарского президента. Что он заявил о Крыме и России? Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь? Какое состояние политика сейчас? И прекратил ли он голодовку? Об этом говорим прямо сейчас в эфире программы Украина на самом деле. Пятница, 19 ноября. Информационный вечер телеканала Дом. Продолжу я, Денис Пахил, а также программа Украина на самом деле. Друзья, добрый вечер. Все, что важно знать и сегодня. Обсудим с гостями нашей студии. Итак, мы начинаем и начнем с самой горячей темы последних дней, хотя, наверное, последнего года, возможно, даже более. История с вагнеровцами не внутриполитическая, а геополитическая. Об этом в интервью российской журналистки. Юлия Латыниной рассказал Христо Грозев, журналист-расследователь издания Беллингкэт, которая на днях обнародовала расследование подготовки спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Вот как он прокомментировал вопрос о возможной утечке информации о готовящейся поимке наемников. Давайте услышим. Не нужно, чтобы было слива, чтобы эта операция провалилась. С огромным риском от раскрытия-вскрытия этой операции переезжает через границу. В середине ковида, когда все смотрят и проверяют каждого, 33 мужчин с военным прошлым, с прошлым незаконных военных действиям. В момент, в котором уже месяц до этого президент Беларуси говорит о том, что со всех сторон у него враги есть, даже из России, из дружеской России, просто ему посылают каких-то там провокаторов. Каждое заселение Фатель автоматически в реальное время доводит информацию о том, кто заселился в КГБ. Тем более, когда без никакого логического, внятного объяснения эти люди начинают ждать следующий рейс через пять дней. Понимаете? Это кажется для параноидального Лукашенко в тот момент все страшнее и страшнее. В нашей студии Игорь Петренко, политолог, доктор политических наук. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы обратить внимание наших зрителей еще раз, что, скорее всего, да не только, скорее всего, эта тема более геополитическая, чем внутриукраинская политическая, на чем сейчас, к сожалению, акцентируют внимание украинской политики в основном своим, это в том числе и представители оппозиции, да и не только. А огромная просто кипа документов, аудиозаписей, документов, таких как паспорт и так далее и тому подобное. У нас есть эти документы, у нашей разведки. Что дальше с этими документами должно быть? Как они могут повлиять на дела Украины против России в ГААГе? Как это может повлиять на дело по MH17? Ну, смотри, на те дела, которые уже сейчас идут, оно меньше будет иметь значения, но в целом самая главная проблема состоит в том, что, да, Украина с 2014 года она собирает информацию о всех людях, которые причастны к преступлениям, в том числе, которые они делали на Донбассе. И сейчас, получается, методика работы украинских спецслужб по вербовке, проверке, да, тем, чтобы они сами же выдавали свои данные, доказывали, что они были там на Донбассе и все эти остальные дела, она фактически открыта. И, скажем так, полезные идиоты, кто все это раскручивал, это дело в таком ракурсе, как оно сейчас есть, они сделали контрразведывательную работу спецслужб Российской Федерации для того, чтобы им это все показать. В Украине, конечно же, это имеет внутренний политический оттенок, и все пытаются, ну, как все, там, позиция, кто причастен, бенефициара, скажем, этого расследования, показать, что вот, есть зрада, есть, значит, преступление, там, госизмена Зеленского, там, Ермака, еще там кого-то и так далее. Хотя меня всегда поражает, мы говорим о спецслужбе, мы говорим о спецоперации, мы говорим о документах, которые хранятся под грифом совершенно секретно, вот как сейчас, сегодня, там, тут и Нина Соколова, да, опубликовала, как бы, эту информацию. Я прошу прощения, а как вот с такой легкостью можно говорить о спецоперации, как будто бы ты прям был участником всего этого, и как будто бы эти документы, их просто можно, знаете, зайти где-то там, взять и начинать о чем-то говорить. И это вопрос также того, как к нам будут относиться другие государства. Если действительно вот эти документы, они являются автентичными, то получается вопрос, что мы не умеем хранить гостайм, да, а мы являемся в том числе и у нас расширенное сотрудничество с НАТО, мы имеем соответствующий статус, который предусматривает и обмен разведывательной информацией, более углубленной. Поэтому к нам будут сразу очень много вопросов. Если мы говорим о расследовании Беллинкета, оно, получается, не дало того эффекта, который ожидали наши внутренние игроки. Почему? Потому что они не смогли подтвердить информацию, ничего даже об этом они не писали, не говорили по поводу того, кто слил или не слил. Единственный факт, который они установили, что была отложена финальная вроде как стадия этой операции на пять дней, которая могла быть отложена с объективных разных причин, а не являющиеся каким-то, соответственно, сливом. Плюс действительно, сам Христо Грозьев говорит о том, что была большая напряженность из страны Лукашенко. Он же прекрасно знал, его там КГБ информировало, вот эти люди приехали, почему, как, где. Перед этим делал заявление о том, что вот есть, значит, какие-то специальные человечки и люди, которые, значит, здесь будут делать и так далее. Четверо представителей ГРУ. ГРУ Российской Федерации. Дальше. Потом Беллинкета, если мы читаем внимательно это расследование, ни слова не сказали об участии в этой спецоферации других спецслужб, там, кого называют, Соединенные Америки, Турции, по-моему, да, и так далее. Ничего они об этом, соответственно, как бы они говорили, то, что пытались раскручиваться, что вот, значит, какое там будет отношение к Украине и так далее. То есть большинство этих фактов, на которых играли внутри Украины, о них не говорили. Но самая главная действительно проблема, это то, как будет восприниматься Украина, как будет восприниматься наша разведывание службы. И урон нашей разведке, он, ну, серьезно нанесен. Поскольку, опять же, то, что мы говорили, это вот методика того, как мы работаем, она получается абсолютно полностью раскрыта. Но превалирует, конечно, внутренний политический интерес. Это вот показать, как, значит, все плохо, какая есть рада и так далее. Ну, и, к сожалению, о, скажем, государственных интересах, ну, мало кто думает. Плюс мы все равно не владеем. Так же, как и Белинкет, они четко сказали, что они очень много, как бы, вещей, о которых там где-то как-то говорили, они смогли их подтвердить. Но нет у них возможности проверить. Но, а наши журналисты, в том числе госпожа Соколова, она что делает? Она говорит просто, нам дали вот документы, подкинули под офис, значит, эти документы. Да, и мы считаем, мы считаем, наша там редакция, что они, значит, достоверны, поэтому мы публикуем. Я прошу прощения, какая разница, как вы считаете? Есть стандарты журналистки, да, в том числе мы говорим о BBC, которые говорят, что ты должен подтвердить информацию, как минимум с двух источников, для того, чтобы тебе дали сказать, что эта информация, как бы, подтверждается или не подтверждается. Ничего такого абсолютно здесь, как бы, нету. Плюс, еще давайте, что самые главные такие вот факты, которых, типа, говорят там о Пузраде, это говорят отставные офицеры, которые уже, как бы, не работают, отставники, грубо говоря, да, которые могут, вполне логично, иметь свои субъективные мотивы к тому, чтобы что-то как-то рассказывать, что-то как-то, соответственно, показывать и делать какие акценты. Плюс, давайте еще не забывать важный момент, что очень много спецопераций готовятся, но они не проводятся, они могут срываться, но мы об этом ничего не говорим. Главное, что вот в этом ракурсе тут вот всю, как бы, подняли вот мишуру. Почему? Потому что здесь пытаются абсолютно обвинить, скажем, высшее политическое руководство в том, что, значит, вот они кому-то что-то как-то там сдали и все остальное. Ну, то есть, правильно ли понимаю сейчас, вот я слушал представителей оппозиции и так далее, о госпоже Соколовой мы буквально через минутку будем говорить, потому что там и ГБР заинтересовалась, в чем же дело, откуда же документы появились. Вот. Главный вопрос получается, как я понял, представителей оппозиции в том числе, верим ли мы или не верим мы, как украинское общество, социум, документам Беллинкета, где вроде бы как бы господин Ермак, что не удалось верифицировать, об этом представители Беллинкета также пишут, попросил отсрочить, вроде бы Ермак или не Ермак, по словам Бурба. Ну, то есть, вера или не вера, на этом, получается, основывается вот этот политический, эта политическая волна, пытаюсь подобрать такие корректные более-менее слова. Да, вот смотрите, вот Беллинкет, это уважаемая структура, журналисты, они проводят расследия, мы об этом еще не говорим, но как раз нужно читать их, и вот вы правильно абсолютно подметили, что есть факты, которые они смогли подтвердить, в частности, это сбор информации, то, как там организовывалось, сбор информации, там, вербовка и так далее, это одно дело. Все остальные вот эти политические как бы мотивы, они четко пишут, что мы не смогли подтвердить, у нас не было как бы источников и так далее. Поэтому, да, вот есть как бы такая информация, такие заявления, в том числе из уст отставного офицера Бурбы. И все, что как бы он говорит. Плюс, еще же нужно понимать, что было задействовано очень много разных как бы спецслужб и так далее. Тут говорят какие-то о шесть людях, которые знали. Потом СБУ говорит, нет, мы тоже были причастны к этому, да, кто-то еще говорит, а нет, мы тоже это, значит, чему-то как-то имели в виду. Ну, так тогда, извините меня, круг людей, которые могли что-то где-то как-то там слить, и он достаточно, соответственно, как бы широк. Поэтому здесь, опять же, в основном это играет роль, это политические мотивы и политические определенные игры, которые пытаются вот расшатать. А, в принципе, бенефициаром одним из и главных, это кроме там внутренней нашей поиски дня, является и Российская Федерация, которая, опять же, знает всю методику работы критической спецслужбы, как она проводится. Поэтому все остальное будет очень сложно. Прости, господи, господина Коца, я думаю, многие наши зрители читали. Косовольская правда, да, это фактически первоисточник. Вот, один, как говорил господин Грозе в этом интервью, уже упомянутом нами, не угадали, не совсем угадали представители российской так называемой журналистики. По госпоже Соколовой, разглашение госстайны ГБР расследует возможную утечку информации по делу вагнеровцев. И речь как раз идет о документах, которые были обнародованы накануне журналисткой Яниной Соколовой. В документах указаны подробности спецоперации, я напомню. Журналистка сообщила, что ей документы подбросили на флешки к рабочему офису, что она и ее коллеги считают их оригинальными. Давайте услышим. У межах відкритого кримінального проведения будет сделана переверка щодо автентичности цих документов, а також становление військовослужбовців, які мали доступ до цих документов та можуть бути причетні до їх витоку. Проведение открыто за частиною 1 ст. 328 КК Украины «Розголошение відомостей, что становляет державную таемницу, особою, которой эти відомости были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей за отсутствие знак державной зрады или шпигунства». Тут, скорее, речь не только о госпожи Соколовой, но и о журналистском сообществе, огромнейшем украинском, которое на протяжении момента появления информации о возможном спецмороприятии по вагнеровцам до сегодняшнего дня буквально давали абсолютно разную информацию. И мы видим по расследованию Баленкета, что часть, большее из них не соответствует действительности вообще. То есть мы сейчас, как журналистское общество, должны прийти к выводу, что тех людей, которые дискредитировали всяческие спецмороприятия, нужно каким-то образом, не знаю, упрекнуть, возможно, по закону как-то поговорить с людьми. Потому что журналисты подают одну информацию, накручивают людей, потом мы получаем определенные митинги и так далее. Ну, смотрите, это глобальная на самом деле проблема. Здесь, скорее всего, в первую очередь должна речь идти о том, если это документы автентичные, которые госпожа Соколова показала, то это как раз расследование ГБР, которые должны найти, как произошла подобная утечка, и как эти документы смогли быть изъяты, или сфотографированы, или еще каким-то образом, а потом передать. Это нарушение законодательства, нарушение государственной тайны. Если я не ошибаюсь, то эти документы, они под грифом совершенно не секретно, поэтому должно быть расследовано. И тут в первую очередь вопросы, я думаю, будут господину Бурбы, потому что эти документы, они за его, соответственно, соответственно подписи. А касательно журналистов, ну да, то, знаете, скорее всего, будем уповать на, скажем, совесть, поскольку, ну действительно, если у тебя есть документы, ты должен получить подтверждение от источников, и не только того, кто там как бы есть, господина Бурбы, из каких-то других, что да, это может отвечать действительности, это не может быть действительно, пускай более там специалисты, которые, возможно, работали с такими документациями, скажут по форме, там они правильно составлены, неправильно составлены, может какие-то быть там нюансы. Я здесь не берусь об этом говорить, потому что не знаю. Но, опять же, по этому факту должно быть расследование. У нас есть еще ТСК, точнее, уже работало, она давала свои определенные. И плюс, я хочу еще отметить заявление в Твиттере, когда писал вот еще Христо Гроздев, еще это было несколько месяцев назад, о том, он указал, что очень много манипуляций, спекуляций по поводу всей этой истории, он просил как бы понизить как бы градус. И вот Белинкет, из того, как они вот написали, они написали о том, что вот это классная как бы идея, классная спецоперация, как она готовилась, но все вот эти моменты политических дискуссий разные, которые у нас есть, да, они все как бы вынесли за рамки, поскольку они ничего как бы не смогли подтвердить. Да, они сказали, это фактически как определенные такие слухи или информация, которой не удалось ее проверить. У нас же все наоборот. У нас берут как раз то, что не удалось проверить и доказать, и говорят, вот смотрите, это все, значит, вот правда, ай-яй-яй-хе, как плохо. Как говорил господин Грозев, вот в вышеупомянутом уже интервью, это такие пазлы, аудиозаписи, документы, которыми они дополняли в том числе дела Украины против Российской Федерации, как Россия начала агрессию на территории нашей страны, как она завозила буки, одним из которых был сбит рейс МХ-17. С нами сейчас также на связи Михаил Самус, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Имея вот такой стос документов, такую кипу документов, в том числе аудиозаписи, как они могут, по вашему мнению, повлиять в том числе на те дела, которые уже есть в судах? И повлияют ли они? Потому что господин Грозев уже в вышеупомянутом нам интервью говорил, что этих документов очень сильно не хватает, и они могли бы сильно подбить позицию России в международных судах. Действительно, эти документы и эти материалы могут повлиять на как раз ход расследования и ход использования их в международных судах. Потому что, как показывает практика, количество фактического материала, количество тех доказательств, которые публикуются в средствах массовой информации, Россия просто игнорирует. Россия просто говорит о том, что все врут, мы врём, вы врёте, и фактически все эти материалы вообще не придают какого-то значения. То есть Россия вообще не придаёт им значения, а продолжает вести свою работу и с западными политиками, и решать свои вопросы, как мы видим сейчас, в том числе используя различные методы гибридной войны, как вот в последнее время, например, организуя миграционную гибридную атаку против Запада, например, Путину удалось добиться прямых переговоров между госпожой Меркель и Лукашенком. Я считаю, что, в принципе, вот эта атака, она имела одной из задачей достигнуть того, чтобы с Лукашенком начали вести переговоры. В результате, сколько бы доказательств ни давали, на самом деле Россию и нынешний режим России это не волнует. Главное, чтобы мы добились того, чтобы эти материалы появлялись в международных судах. Игорь, как сейчас должна использовать украинская власть вот те документы, которые у нас есть, те материалы, давайте так, обобщим? Нет, ну, конечно, их можно приобщать к делам, но я очень сомневаюсь, что этих материалов они не были приобщены или в какой-то форме о них как бы не говорили. Ну, если Украина с 2014 года собирает соответствующие доказательства, глупо их было не предоставлять в соответствующих делах, доказывая все вот эти движения и техники, и соответствующих людей, против которых ведется расследование. Вот здесь господин Александр сказал о встрече, о разговоре, точнее, Лукашенко и Меркель. Более того, я скажу, что готовится встреча между Путиным и Байденом. Тут, правда, неизвестно, как у Байдена там со здоровьем. Я читал информацию, что у него там будет операция. Но это тоже соответствующий как бы показатель повышения тех ставок, которые мы выделили на сегодняшний день. Тот же газовый шантаж и так далее. И вот как бы сходятся пазлы встречи. А для Путина хорошо, конечно, эта встреча. Он будет показывать, смотрите, я рукопожатный, и все остальные как бы дела. Возвращаясь к этому расследованию, то я думаю, что мы все-таки работали уже с этой доказательной базой, ее как бы предоставляли. Здесь самый главный момент, это все-таки то, что мы, к сожалению, не сможем использовать вот эти методики дальше. Ну или это будет очень усложненный процесс, поскольку, скажем, противник, он уже хорошо о них осведомлен. Это уже дорожку утечки. Да, к сожалению, к сожалению, да. Михаил, знаете, читая вот исследование, расследование Беллингкета, слушая сегодняшнее интервью господина Грозева, вчерашнее интервью, заметил такой факт, что ФСБшники, по сути, по идее, по заявлениям самих вагнеровцев, они частично даже знали о том, что операция будет проведена. Но они перепутали ее со своей операцией, опять-таки, по словам тех же вагнеровцев. Это ли не ставит, знаете, под вопрос, под большое сомнение вообще эффективность такой организации, как Федеральная служба безопасности Российской Федерации, как ее там, за поребриком, очень ярко молюют местные так называемые эксперты? Ну, здесь ничего удивительного нет. На самом деле, как только начался этот скандал, вот именно в украинском информационном пространстве, который начался с публикации КОЦа, и потом подхваченном украинскими журналистами. Я сразу же, например, сказал, что не могло быть такого, чтобы когда по этим вагнеровцам, бывшим или нынешним, начали работать наши спецслужбы, вот эти вагнеровцы не доложили своим кураторам. Потому что на самом деле Вагнер, все эти так называемые ЧВК, это не что иное, как организационные структуры ФСБ-игру, КШ, вооруженных сил, Российской Федерации, никаких частных военных компаний, по-моему, в России не существует. То есть все это агентура ФСБ-игру. И, естественно, когда по ним начали работать, логично предположить, что все эти ребята, они доложили своим кураторам. Но самое интересное, эти кураторы подумали, что действительно с ними работают их же коллеги, и они не добились того, чтобы уточниться до конца. Я, например, думал, что они пробьют информацию и доведут такого-то логического конца, но выходит даже из тех документов, которые сейчас публикуются в последнее время, именно куратора, что на самом деле ФСБ так и не поняла, что же происходит. А они почему-то поспинили свою операцию, и даже те кураторы, которые фактически занимались своими же агентами, они не поняли до конца, кто же ведет эту игру. Есть еще одна информация, она скорее политическая, о роли, либо же отсутствии роли господина Ермака, руководителя Офиса Президента, в этой операции. Об этом будем говорить за миг. Михаил, попрошу вас оставаться с нами на связи. Руководитель Офиса Президента не мог вмешиваться в проведение спецоперации по делу вагнеровцев. Такое заявление в эфире телеканала «Один плюс один» сделал начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Комментируя заявление своего предшественникова на должность главы ГУР Министерства обороны Василия Бурба о том, что Андрей Ермак якобы влиял на ход проведения спецопераций, Буданов заявил, если бы этому были доказательства, они были бы переданы временной следственной комиссии о Верховной Раде Украины. Давайте услышим. Все документы, все желающие могли передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель главного управления разведки господин Василий Бурба предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они туда предоставили. Игорь, хочется провести, знаете, такие промежуточные итоги, вот расследование Беллингкета, как, знаете, промежуточные итоги самой временной следственной комиссии. Что мы имеем на данный момент, и что остается, получается, сделать еще в ОСК, и остается ли что-либо еще после, тем более, публикации, расследования Беллингкета, и в том числе на сайте Инсайдера. Посмотрите, были очень завышенные ожидания от Беллингкета, что вот оно выйдет, сейчас как бы бахнет и так далее, но этого не произошло. Фактически вся эта информация, которая уже была в украинском информационном поле, соответствующими коннотациями, она, в принципе, и была высказана. Но самые главные моменты, на которых делают акцент заинтересованные, скажем, лица в Украине, они не подтверждены. Не подтверждены Беллингкет, не подтверждены они, соответственно, и временной следственной комиссии, в том числе и вот этот эпизод как бы с Ермаком. Да, конечно, мы можем говорить о том, что Ермак, он достаточно влиятельный человек, но он является главой офиса президента. Первый вопрос, был у него допуск, не был у него допуска. Дальше следующий вопрос, только президент, как главнокомандующий, он имеет право влиять на кого-то, еще какие-то указания и так далее. Но это точно не может быть Ермак. Плюс, действительно, у нас временная следственная комиссия был господин Бурба, он мог предоставить любые доказательства или дать соответствующие показания со своим каким-то фактажом для того, чтобы это доказать. Но этого нет, нет этого не в Беллингкете, там только упоминается это то, что не было проверено, не было у них возможности это проверить. То же самое и войска. Но это просто политические коннотации заинтересованных лиц в Украине, которые пытаются это использовать и делать акцент как раз на том, что не проверено и то, что не доказано. Будем далее следить, друзья, за этой ситуацией. Хочется обратиться к своим коллегам-журналистам, дабы перекручивание перестало быть традицией украинской журналистики, я на это надеюсь. Читайте больше информации, в том числе об этом на нашем сайте, мы же пока идем далее. Должна быть прививка от опасного вируса агрессии, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. В ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне стороны подняли вопрос противодействия агрессии Российской Федерации. Как отметил господин Резников, Россия игнорирует озабоченности призыва к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны Кремля. Украина со своей стороны заинтересована в том, чтобы США оказывали большую поддержку в спектре вопроса безопасности. В то же время речь идет о помощи, которую можно оказать в кратчайшие сроки. Давайте услышим. В Украине мы хорошо понимаем, что Россия может прибегнуть к эскалации в любой момент. И мы готовы защищать нашу страну и будущее наших детей. Эта возможная эскалация, безусловно, будет иметь катастрофические последствия для всей Европы. Произойдет ли это? Во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора. В Кремле не слышат призывов к диалогу, но там понимают действия особенно активные. Это своего рода прививка от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Михаил, так а кто готов делать такую прививку, о которой говорит в том числе господин Резников? В США? Знаете, просто вот заявление Резникова, оно прозвучало чуть ли там ни в один день, ни в один момент с заявлением госпожи Кристины Квир, временной поверенной в делах США в Украине. Она заявила, я цитирую, что США могут найти способы, как обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины в случае необходимости. То есть, по идее, уже необходимость есть. У нас оккупирована территория Крыма, у нас оккупирован Донбасс, у нас идет война, у нас более 13 тысяч погибших. Возможно, уже все-таки пора делать прививку? Действительно, прививку пора делать, однозначно. И кроме того, что у нас оккупированы территории и Россия идет против нас войну, действительно, на протяжении последних лет Россия создала мощнейшую военную инфраструктуру вокруг Украины. Фактически, Украина сейчас окружена российскими войсками и с востока, и на Донбасском направлении, и в оккупированном Крыму мощнейшая оккупировка с ракетным залпом около двухсот ракет. Это и войска в Пренестровье, и в последнее время фактически аншлюз Беларуси, который позволяет России абсолютно свободно размещать там и ракетные войска, и авиацию, и силы специальных операций, которые в территории Беларуси фактически покрывают всю территорию Украины, именно с севера. Поэтому, действительно, поддержка наших партнеров. К сожалению, у нас нет союзников, в чем проблема. У нас есть партнеры, и партнеры действительно нам помогают. Но вот прививку придется делать именно нам, украинцам. Никто за нас воевать не будет. Украина будет воевать самостоятельно, естественно, желательно с военной, технической помощью, оборонно-помышленной помощью наших друзей и партнеров. Игорь, согласен с таким тезисом о союзниках и о партнерах, что у нас есть? Ну, одних нет, но есть другие. Нет, согласен. Почему? Потому что любое государство действует сугубо в своих эгоистических интересах, национальных интересах. И наша самая главная задача – это работать с нашими партнерами в том, чтобы их национальный эгоистический интерес впадал с нашими интересами, национальными. Это то, что мы сейчас делаем. Мы развиваем, вот, Зеленский, в частности, это стратегическая партнерство Соединенных Штатов Америки. Мы подписали харти о стратегическом сотрудничестве. У нас военное оборонное соглашение, которое нужно наполнять конкретным содержанием. В частности, вот, визит Резникова в США. Это шаги, да, как раз на пути к этому. Плюс Остин к нам также приезжал. Это все работа, которая ведется. Мы действительно можем получать гораздо больше, нежели мы сейчас получаем. Это военно-техническая, инновационные какие-то определенные вещи, да. Буквально недавно к нам самолет прилетел с боеприпасами из Соединенных Штатов Америки. И что мы сейчас дальше имеем? У нас не только США, у нас и с Великобританией также стратегическое партнерство, да. Соответственно, сейчас соглашение было подписано в прошлом году, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день мы имеем жесткие заявления Бориса Джонсона в вопросе даже того, что они готовы тут десант свой разместить в случае необходимости. А это уже вопрос как бы определенных войны не только с Украиной. Это вопрос наличия на территории Украины, как наших партнеров, пускай мы уже не союзников, а пока партнеров, подданных ее величеству королевы Великобритании. Это совсем другой уже расклад. И мы видим, что Франция и Германия, они в своем стиле начинают рассказывать. Мы вам, ай-яй-яй, если вы там что-то, и на это все заканчивается. А у Джонсона у него конкретный рецепт есть. А вот мы сразу как бы сделаем, посмотрим, как вы дальше будете действовать. Ну и с Турцией тоже. Ну с Турцией там отдельный момент, потому что с Турцией и Россией у них свои как бы есть отношения. Но в целом, конечно же, мы должны быть в первую очередь готовы. Мы должны видеть все эти угрозы, мы должны к ним готовиться, мы должны быть смобилизированы. И так далее. Мы не должны вестись на провокации. Очень много того, что делает Российская Федерация, это также элемент гибридной войны, информационной войны. Когда мы, значит, должны вот здесь дрожать и так далее. Это же оппозиция говорит. Вот, смотрите, наши западные партнеры, они говорят там, значит, концентрации войск и так далее. Но мы это тоже все прекрасно видим, мы это знаем, отслеживаем. У нас есть обмен информации не через средства массовой информации, а через каналы разведывательные с нашими партнерами. Да, у нас не спутника, но вот они нам дают информацию со спутника и так далее. Пока нет, кстати. Вот. Поэтому мы и так знаем, это видим. Но мы не акцентируем на это внимание не потому, что мы что-то скрываем там, а потому что как раз это и есть задумка Российской Федерации. Когда у нас здесь, как бы, начинается какая-то там паника и так далее. Или еще заявление, вот, значит, Петра Алексеевича, который говорит, вот там, значит, мигранты на границе с Беларусью, так давайте войска там сразу поставим. То есть Лукашенко говорит, я вам Ямал-Европу перекрою, значит, газопровод европейц, а мы еще давайте вот войска как бы здесь поставим, да, посмотрим, какая будет реакция. То есть все нужно делать продуманно, все нужно делать грамотно. Поэтому наша задача это всегда быть готовым и более активно мы уже это делаем. Можно еще, как бы, делать это к тому, чтобы повышать цену любой агрессии против Украины. Она уже сейчас очень высока. И Российская Федерация не хочет загрузнуть войне с Украиной. И так же самые какие европейцы не хотят загрузнуть как бы на конфликте, ну, войне на Донбассе, которая происходит, Россия не хочет больше, потому что это будет действительно, как сказал Резников, катастрофические последствия, ну, не только как бы для нас, как территории, на которой теоретически, не дай Боже, может такое произойти, но и для самой Российской Федерации, и для всего соответствующего мира это вопросы, как бы, экономических и так далее. Поэтому, в принципе, все заинтересованы в том, чтобы до этого не допустить. Но каждая из сторон, в том числе Российская Федерация, пытается повышать ставки. Она повышается постоянно, дестабилизирует ситуацию. Она пытается всегда раскалывать. Раскалывать и в Украине, наш политикум это раз, раскалывать европейцев, потому что у них тоже, как бы, нет единой позиции. Германия, Франция одно, Польша, это, допустим, другое. Свои у них есть интересы. Она не пытается всегда играть на вот этих противоречиях. И пока мы не сможем, как бы, всю эту конструкцию более-менее собрать и ее, как бы, направить, ну, то, опять же, как сказал Михаил, это вопрос, действительно, в первую очередь, это наши, как бы, готовности и наших ресурсов, наших возможностей с помощью наших партнеров, конечно же. Михаил, если говорить о поездке господина Резникова в США к Лойду Остину, главе Пентагона, еще до того, как Резников стал министром, одной из главных задач, которую депутаты выделяли для уже тогда почти министра обороны Украины, это была база НАТО на территории нашей с вами страны. Пока, ну, знаете, только поверхностно идут о такой речь, но в Украине реально может появиться база НАТО, и что на это может ответить тогда Российская Федерация? Ну, согласно Конституции Украины, военная база иностранных у нас запрещена, это прямое положение, и, действительно, у нас были только переходные положения относительно базы в Севастополе, Черноморского, которая, в принципе, и потом помним эту историю с продлением Харьковского соглашения и так далее, в принципе, в нарушении Конституции. Если говорить о тех войсках или тех каких-то тренировочных миссиях или других контингентах иностранных войск, которые на территории Украины могут быть временно расположены, то, действительно, Верховная Рада может принять соответствующие решения, и так же, как и британские, например, подразделения британских войск можно разместить на временной основе на территории Украины, точно так же можно разместить и другую миссию. Это может быть миссия отдельной страны, может быть миссия НАТО, может быть миссия Европейского Союза. Кстати, сейчас в Европейском Союзе идут дискуссии по размещению в Украине тренировочной миссии, и вот я лично присутствовал в Вильнюсе недавно на такой закрытой встрече и предложил создать на основе этой тренировочной миссии такой security hub для восточного партнерства, в который входит и ассоциированное трио, то есть Украина, Молдова, Грузия, и три другие страны, которые, ну, например, Беларусь, которая вообще, я не думаю, что является партнером, но Азербайджан, Армения, которая находится в состоянии войны фактически. То есть ассоциированное трио могло бы создать security hub совместный на территории Украины, и я думаю, это было бы полезно не только для ассоциированного трио, но и для стран Европейского Союза, и вообще для региональной безопасности. Михаил, говорим огромное спасибо, друзья. Напомню, Михаил Самусь был с нами на связи, а мы же идем далее, будем также говорить и о нашей границе, и как украинские правоохранители защищают и будут защищать нашу границу. Россия может пойти на целенаправленный пропуск через Беларусь большого количества мигрантов в Украину, об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, во всем мире наконец понимают, что миграционный кризис на польско-белорусской границе создан искусственно, и им руководят спецслужбы Российской Федерации. Поэтому Верховной Раде нужно быть готовы рассмотреть ведение чрезвычайного положения в приграничных областях или даже районах. Давайте услышим министра. Игорь, ваши коллеги в том числе говорят о том, что в принципе России нет смысла пускать мигрантов, я говорю сейчас абсолютно такие антигуманные вещи, пускать людей. Но тем не менее, это такие инструменты Российской Федерации, которые мы в принципе уже привыкли к этим инструментам. После убийства на Донбассе, я думаю, это не должно быть. Уже абсолютно ничего не удивляет то, что делает человек, который сидит в Кремле. Но тем не менее, что для России это не главный план. И вообще мигранты в Украине это не задача для Кремля. А мигранты должны быть, скажем так, для Европы, чтобы создавать кризис там. А есть ли для нас опасность реальная? Опасность есть. Смотрите, это может быть другой путь, через который эти мигранты могут пойти в Европу. В ту же самую Польшу. То есть у нас граница более тысячи километров с Беларусью, она фактически не укреплена. Ну, как бы, учитывая те наши предыдущие отношения, которые были, которые сохраняются с белорусским обществом. Но, к сожалению, у нас очень много другое видение с Лукашенко. Ну, он тоже хитрый парень. Поэтому, скажем, аншлюз, да, он постепенно происходит. Но он оставляет себе возможность мосты определенные поменять, как бы. И тут главное нам не закрываться от этого. Ну, это отдельный просто разговор. Поэтому анти-мигранты, они могут проникнуть через Украину и потом двигаться в Польшу. Потом уже наши западные партнеры будут спрашивать, ай-яй-яй, а как же так как бы произошло? Ну, то есть Беларусь-то, понятно, А Украина. Здесь совсем другой расклад. Поэтому, опять же, это средство дестабилизации. Дальше. Под видом этих мигрантов или с этим мигрантом могут проходить разные диверсионные группы, разведывательные там, ну и так далее. И, конечно же, они могут проводить свою здесь деятельность. Да, мы действительно усилили границу, и не только это сейчас было. Это было еще давно. Мы усилили, увеличили количество пограничников. Мы используем и там дроны, беспилотники пока не знаю, но, скорее всего, тоже можем использовать для того, чтобы контролировать границу, поскольку пока мы фортификацию там построить. Очень быстро не сможем. Поэтому, к сожалению, то, что сейчас происходит с Беларусью, это, скажем, определенно несет угрозы для Украины. Но, опять же, мы здесь должны быть очень спокойными, очень должны быть такими вот вываженными. Есть вот такое украинское слово, поскольку наша задача это все-таки попытаться не допустить того, чтобы Беларусь полностью попала в руки Российской Федерации. Поэтому нам нужно сохранять мосты, как минимум это с белорусским обществом, а как максимум также пытаться оставлять определенные мосты и для нынешней власти в определенных пределах. Да, мы, соответственно, не будем идти на признание, еще какие-то дела. Нет, ни в коем случае. Но, опять же, есть задача главная. Это вопрос того, чтобы Беларусь оставалась максимально, насколько это возможно, суверенному государству. Но, к сожалению, с этими сейчас большие проблемы, поскольку вся внутренняя легитимность и нет у Лукашенко, а внешне поддерживается Российской Федерацией. И даже разговор с Меркель, он тут не сильно повлияет. Поэтому нам нужно... Тут еще обращаюсь к Владимиру Владимировичу, как говорится. Игорь Гаврюм, огромное спасибо. Спасибо вам. Друзья, напомню, Игорь Петренко был в студии программы «Украина на самом деле» и о том же, как сегодня защищена граница, какие меры принимаются для предотвращения наплыва мигрантов, рассказал пресс-секретарь Государственная пограничная служба Украины Андрей Демченко. Давайте услышим. Поскольку мы ожидаем, что в любой момент потоки нелегальных мигрантов могут быть направлены в бік Украины, эта отделка кордона наразе поселена дополнительными силами. Это и как резервы государственной прикордонной службы, так и национальной гвардии и полиции. В целом резервы уже перебывают в каждой из областей, которая межует с Белоруссией, а также резервы еще продолжают перебывать. Кордон поселений не лишь на зеленой диланке кордона, а и в пунктах пропуску, фактически на каналах легального въезда, но мы четко вводим заходы прикордонного контроля, чтобы не допустить потенциальных нелегальных мигрантов, которые мы в дальнейшем можем выявлять уже на нашей захедной диланке кордона при справе переносить кордон в страны Европейского Союза. Співпраця с прикордонниками Польши и Литвы, она тривая и на данный момент, в частности, на уровне керевников ведомств, в них происходит обмен информацией, которая может влиять на стан охраны кордона, как в Польше, так и в Украине. Кроме того, наши військовослужбовцы отведают подраздели прикордонной варты Польши, чтобы понимать, какая происходит в них співпраця между прикордонниками, полицейскими, представниками Минобороны для посиления защиту державного кордона. Власне, мы будем чітко розуміти також и тактику дій нелегальных мігрантів при спробі незаконно перетнути кордон для того, чтобы бути готовими до всіх цих викликів вже безпосередньо на нашому рубежі. Тем временем Кремль грезит о встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена. Пресс-секретарь российского президента уже не единожды анонсировал, причем в ближайшее время, такой двусторонний контакт. И даже повестку обнародовали, мол, Владимир Путин с Джозефом Байденом будут говорить об Украине и активности НАТО у границ Российской Федерации. В Вашингтоне тем временем такими заявлениями удивлены. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, «Никакой информации о возможных переговорах Байдена и Путина пока нет». Давайте услышим обе стороны. Много споров вокруг Украины. Конечно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями вооруженных сил НАТО. Стран НАТО у наших границ, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о тематике предстоящих переговоров. Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем. Пока нет никакой информации о дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобным. Нашей студии Юлия Осмоловская, эксперт-международник. Юлия, добрый вечер. Добрый. А есть ли основания, давайте так, попробовать масштабировать эту историю, эту тему. Есть ли основания для встречи Путина и Байдена сейчас? Ну, вообще основания есть, как минимум, потому что после предыдущей встречи в июне Байден анонсировал, что должен пройти какой-то период времени, чтобы мы могли убедиться в том, насколько Россия действительно имеет намерение серьезно играть конструктивно, можно ли с ней играть конструктивно по каким-то вопросам. И, в принципе, назывались такие ожидаемые термины, что через полгода уже будет более-менее понятно. Почему российская сторона сейчас это акцентирует, это тоже можно объяснить. Во-первых, то, что мы видим по стратегии игры Российской Федерации. Они наращивают повестку дня для возможных переговоров с теми же американцами, внося в эту повестку те вопросы, где они стараются показать свою незаменимость как партнера, с которым нужно решать эти вопросы. Например, тот же самый кризис миграционной на границе Белоруссии и Польши. Накапливание войск вокруг Украины, что вызывает вопросы у наших западных партнеров и призывает уже открытым текстом Россию дать объяснение этой логике. Мы не понимаем смысл, который вы закладываете, объясните и дайте больше прозрачности тому, что происходит. Ряд других вопросов. Афганистан сейчас может активизироваться, потому что там есть вопросы, где Россия может предлагать удобную для Штатов площадку, поскольку Штаты, когда вышли из Афганистана, практически потеряли возможность контроля над регионом и так далее. И на фоне этого, естественно, Путину нужна легитимизация определенная того, что он, как один из троих главных игроков, Россия, Китай, Штаты, вершат судьбы мира вот в такой конфигурации. И здесь, почему мы говорим сейчас вот об этой потребности в легитимизации, поскольку мы видим по многим другим признакам, что возникает тенденция определенная, наоборот, к изоляции России. И вот, в частности, очень показательный формат диалога, который сейчас происходит между Россией, Францией и Германией. Я вам скажу, что я с большим удовольствием прочитала переписку министров иностранных дел, которые Россия, к несчастью своему, зачем-то слила в сеть, потому что... Предупреждали, я помню. Они красиво предупредили в переписке, что мы это обнародуем и так далее. Но знающий человек, дипломат, эксперт, который ее прочитает, увидит, что там позиция России, но она абсолютно уничтожительная в этом плане, потому что они пытаются навязать свою реальность и то, о чем мы говорили с вами раньше, инверсию реальности дают. Где Франция и Германия упорно придерживаются тех позиций, которые, собственно, идут в унисон с Украиной. Во-первых, они отвергают необходимость прямого, говорят о том, что Россия искажает свою посредническую роль в этом конфликте, говорят о том, что ваши предложения по части не могут быть приняты нормандским форматом и так далее. И это говорит о том, что есть определенный кризис в отношениях уже даже с теми странами, которые Россия привыкла считать, вот если они медиаторы в этом конфликте, будут давить на Киев. Еще также уничтожение буквально минского формата своими указами Владимир Путин о сертификации так называемых товаров из Ордло просто уничтожает. До этого паспортизация населения Ордло, опять-таки, обязательно, как там это называется, как там это называют. И дальнейшее действие, ну тут уничтожение нескольких форматов и попытка, тем не менее, встретиться с Джозефом Байденом, каким-то образом поговорить. Ну, то есть, это деструктивно. Здесь вот смотрите, что на самом деле, в свое время мы тоже пытались оценивать эффективность посреднической роли Германии и Франции. Я вам хочу сказать, что надо дать должное их героизму в этих усилиях держать процесс, поддерживать его, потому что на самом деле у России нет реальной заинтересованности искать решения. Это видно и по переписке в том числе. И такой посредник, если мы говорим в принципе о посредниках в конфликте, он должен быть авторитетным для двух сторон и беспристрастным. Настолько, чтобы его слово принималось во внимание одной и другой стороной. Франция и Германия в данном случае для России это уже очевидно вообще не авторитет. С кем они хотят уже ввести диалог какой-то, и в том числе по Украине. Вы же видите, как акценты российская сторона расставляет? Мы будем говорить об Украине, будем говорить и о НАТО. То есть, они пытаются показать вот эту значимость, что только с нами Штаты говорят вот об этих проблемах. Не с европейцами, а с нами. Но и со стороны Соединенных Штатов Америки не все так просто и все так однозначно. Об этом будем говорить буквально за миг. Нелегитимный с 2024 года. Это о Владимире Путине. В Конгрессе США предложили не признавать его президентом Российской Федерации с 2024 года. Инициатива принадлежит конгрессмену-демократу, сопредседателю комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе Стиву Коину и его заместителю и республиканцу Джо Уилсону. Проект резолюции уже внесли на рассмотрение Палаты представителей. Давайте услышим, как обосновывают такое заявление. Палата представителей считает, что поправки 2020 года Конституции Российской Федерации были приняты в нарушении законов и международных обязательств Российской Федерации. Отказ от ограничения срока президентских полномочий в результате этих поправок является незаконным, и любая попытка президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после истечения его нынешнего и последнего срока полномочий 7 мая 2024 года будет служить основанием для непризнания со стороны Соединенных Штатов. Я напомню, что в марте этого года Госдума Российской Федерации приняла закон, который дает право президенту Владимиру Путина, еще дважды баллотироваться на пост главы государства. На инициативу американских конгрессменов уже отреагировали в Креме, давайте услышим как. Видели сообщение? Ничего более нелепого, агрессивного, недружественного прийти не может. Но каждый раз убеждаемся, что может. Демонстрация того, что Штаты вмешиваются во внутренние дела других стран. Считаем неприемлемыми такие инициативы. Это вмешательство в наши дела. Только россияне могут определять, кто и когда будет президентом. Ни одна другая страна в мире не имеет право претендовать на это. Сейчас с нами также на связи Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы не единожды с вами в эфире говорили, с Юлей говорили в наших эфирах о том, что американцы США, они мягко пытаются дипломатическим путем, мирным путем действовать в Российской Федерации. Настолько резкий шаг, как непризнание Владимира Путина президентом, если 7 мая, после 7 мая Владимир Путина останется президентом Российской Федерации, он же слишком резок и не присущ в США. Да, но я пока не вижу такого, чтобы это было более резко, чем название Путина убийцы. Такое уже были, сигналы уже посылаются, что может быть совершенно по-другому, если не будет более-менее нормального процесса. И то, что был сам Путин, добился эскалации такой военной демонстрации, с ним поговорили, теперь он еще о чем-то хочет поговорить. И с ним не говорят, хотя он, конечно, мог бы встретиться с Байденом просто так, переговорить по каким-то небольшим вопросам, как все, но вот как все он не хочет говорить в Риме и в Глазго, он хочет по-особому говорить. И с ним не хотят говорить. То есть, мне кажется, это такие сигналы, которые говорят о том, что в этот раз, во время этой эскалации прежнего испуга уже нет. Уже никто не бежит в панике думать, что же хочет Путин, давайте ему что-то, как-то ему уступим так, чтобы только-только успокоить и чтобы ничего не было. Если сравнивать, например, как все волновались, когда Россия напала на Грузию, готовы были идти на любые уступки, уговаривать Грузию смириться с этим, то сейчас просто уже боялись-боялись и перебоялись. Понимаете? И говорят сейчас о том, что же он хочет, совершенно в другом поле. Если, допустим, в 2014 году речь шла о том, никто не знал, чего он хочет начать войну, стратегическим оружием ядерным или террористическим ядерным оружием. А сейчас вопрос идет, ставится так, что непонятно, он хочет поговорить или не хочет поговорить. Понимаете? Вот все обречает. Юлия, отказа признания Путина легитимным. Как это влияет на статус Российской Федерации на международную арену? Ведь все-таки, если Путин остается президентом России через три года, коммуницировать все-таки надо будет с ним? Конечно. Потому что он же агрессор все-таки. Конечно. Я здесь как раз вот хочу практическую сторону. Во-первых, в словах Пескова есть правда. Это действительно вот такое обращение, заявление. Это может трактоваться как вмешательство внутренних дел. По сути, это внутренние процессы, которые происходят в государстве. Соединенные Штаты еще за несколько лет начинают определять, будет это имя считаться легитимным или нет. Но надо же смотреть на то, как это в реальных отношениях происходит в жизни. Вот два примера вам приведу. Первый – это Венесуэла. Когда Гойдо признали президентом Мадуро нелегитимным президентом. Что произошло через два года? Где у нас Гойдо, которого официально Соединенные Штаты и Европейские Союзы признавали законным президентом? И где у нас Мадуро? Мадуро у нас остался при власти. Гойдо потерял даже те места в парламенте, которые у него до этого были. И поэтому европейцы потом вынуждены были вот это официальное признание Гойдо президентом тихонечко обнулить просто. Об этом никто не говорит. А второй пример Лукашенко. Как бы ни старались, при том, что у него практически ограниченный простор для маневра, он нашел болевую точку, миграционный кризис создав таким образом, что европейцы были вынуждены идти на контакт, который сейчас российская сторона, белорусская, комментирует как фактическую легитимизацию президента Лукашенко. Потому что сама госпожа Меркель целый час с ним разговаривала, пыталась решать вопросы. Заявление Германии о том, что если будет снижение напряженности на границе со стороны режима Лукашенко, то можно ведь вести речь о какой-то коммуникации с ним. То есть, де-факто, они признают его легитимность, по большому счету. У России в данном случае гораздо больший простор для маневра. Создать какие-то ситуации, по которым Соединенные Штаты будут вынуждены искать с ними диалог. Тот же Афганистан, та же Арктика, да что угодно, что-то новое, очень креативное мышление у российской команды. Они придумают, создадут кучу каких-то искусственных проблем, которые потом надо будет решать и только с участием России. Поэтому, если Путин захочет остаться при власти после 2024 года, так или иначе, реальность политики будет диктовать то, что даже если его допустить такой теоретический на сегодняшний день перспективу непризнания его легитимным, потому что одно дело инициатива в Конгрессе от политиков, а не от исполнительной власти Соединенных Штатов, это действительно серьезный вызов. Но мы сейчас оцениваем ситуацию в категориях реалий сегодняшнего дня, что будет в 2024 году. Может быть, так сложатся обстоятельства действительно, что эта перспектива может быть реальной. Может быть, отношения между Штатами и Россией будут настолько уже сведены к нулю, что фактически это будет просто единственный логический шаг. Но тут еще вопрос, с Путиным ли вести переговоры, потому что, я напомню нашим зрителям, что слухи о возможном транзите власти перед выборами в Госдуму Российской Федерации, они буквально разлетались по СМИ, как украинским, так и российским, различным абсолютно телеграм-каналам, которым приписывают звание «сливной бачок ФСБ» или «СВР» Российской Федерации». На самом деле, неважно. Алексей, по вашему мнению, ну тут с Путиным или не с Путиным, с Путиным придется общаться, потому что, может быть, Владимир Владимирович уже до этого времени захочет, в конце концов, уйти, передать бразды правления преемнику, условному Мишустину? Ну, я не буду превращаться, повторять «сливные бачки», как вы говорите, но мое личное мнение, действительно в России что-то происходит важное в этом отношении. Даже вот если посмотреть ту ситуацию, как готовился саммит в Женебе Путина и Байдена, там была очень странная ситуация, когда до последнего момента не было понятно, поедет и не поедет, и Лавров, допустим, не знал, а Патрушев разговаривал о том, что, как организовать этот саммит. То есть есть такая странность. И вот директор ЦРУ приезжал, встречался с Патрушевым и директором СВР российского. То есть есть какие-то признаки того. И есть такое вот, тоже можно обратить внимание на серию последних выступлений Путина на фоне вот этой новой эскалации. Надо сказать, что эти выступления были на удивление мягкими, они не были такими агрессивными. Он говорил, несколько раз сказал о том, я хочу поговорить в нормандском формате, я хочу, вот нет альтернативы мирному решению с Украиной, только так надо вот говорить какими-то дипломатическими методами. А если нет, ну никакой войны, никакой войны. И он вот в последнем своем большом выступлении на коллегии Министерства иностранных дел, он сказал совершенно новую вещь, что Россия нуждается в неких гарантиях безопасности со стороны Украины. Речь уже идет о том, что ему надо поговорить, чтобы гарантировать. Возможно, когда Путин вот говорит, нам нужно, вот когда он производит вот это монархическое такое нам, неизвестно, что он имеет в виду. Это не обязательно он имеет в виду Россию, вполне возможно, он уже имеет в виду и себя. То есть признаки какие-то этого есть. Хотя я думаю, он действительно все еще контролирует ситуацию и все еще, все-таки, все-таки сейчас разговор нужно вести с ним. Он наиболее мощно контролирует ситуацию, но хотя ситуация в России, она все менее управляемая, мне кажется. Ихняя вертикаль власть деградирует в каких-то своих мелочах и начинает гоняться за мышами, боясь всего, что угодно. То есть неизвестно, что будет в 2024 году, но тот процесс, о котором вы сказали, и тот процесс, который обозначают сливные бочки как транзит. Ну транзит, надо сказать, что это уже общее слово вообще в экспертном сообществе России. Все говорят транзит, транзит, транзит. Раньше это говорили как нечто нечто такое вот космологическое. Сейчас это, все говорят, транзит. Ну транзит в данном случае имеется в виду со стороны российской власти. Имеется в виду, что режим, который создал Путина, сохранится независимо от Путина. То есть речь идет об этом. Кто не знает, кто сядет на это место. Ну тот, кто сядет на это место, это общее мнение российской элиты, должен быть новым. Если не сам Путин, то какой-то новый Путин с такими же функциями, с такими же полномочиями. Поэтому процесс, конечно, идет. И он, наверное, этот процесс как-то влияет на позицию Соединенных Штатов и ведущих стран, которые тоже думают, с кем вести дальнейших переговоров. Потому что, я думаю, они точно так же слышат это слово транзит и определенным образом его понимают. Если транзит уже начался, то с Путиным, ну уже как с Меркель. Она через несколько недель уходит, с ней говорят. Она все еще авторитетный политик. Но понятно, что ее время проходит. И надо ждать нового канцеляра. Вести новые какие-то переговоры. Точно так же, я думаю, есть признаки того, что в отношении Путина происходит то же самое. В этой ситуации, когда с ним не говорят. Хотели добавить, да. Да, хотела добавить. У меня противоположная точка зрения. По заявлениям Путина я как раз наблюдаю, что больше идет кристаллизация жесткой позиции. Потому что это не было сказано, как мы должны просить гарантии. Это было сказано, я вынужден потребовать, чтобы Лавров требовал от наших западных партнеров гарантии безопасности со стороны НАТО. Про Украину там не было речи. Это первый момент. Второй, по моим беседам с российскими оппозиционерами в разных международных форматах, которые находятся сейчас за рубежом. По сути, оппозиции в России сейчас нет никакой. Единственный оппозиционер сидит в тюрьме. Все остальные были вынуждены выехать из-за угроз жизням их семей. Так вот, настроение очень скептическое. Если мы даже говорим о какой-либо власти в 2024 году, предпосылок для революции нет. Идет укрепление, то есть коллективные силовики. Вот как называется система управления. Это тоталитарное общество, которое сформировано Путиным. И неважно, кто будет на его месте. Это система, которая прет как танк. И на сегодняшний день любые возможности для заростка в демократии отсутствуют. Вся оппозиция за рубежом. Это мнение оппозиции российской. То есть послушать их создается очень грустное впечатление о том, какое ждет будущее России в ближайшие пару лет. Транзит власти будет сохраняться. Как только будут революционные предпосылки, мы из классики знаем, что это такое, тогда можно будет говорить о чем-то другом. Пока, к сожалению, я вижу тенденцию вот такую. Алексей, буквально коротко. Ближайшее окружение, мы не говорим сейчас про демократический процесс или что-то в этом роде. Ближайшее окружение даст Путину уйти спокойно на свою пенсию? Буквально 30 секунд. Они бы дали, если бы вместо него было понятно, кто придет. Вообще, я должен сказать, что никто уже с 16-го года не собирается строить демократию в России. Пессимизм российской оппозиции, я не думаю, что он нас должен волновать. Вещь идет о том, будет ли Россия воевать или не будет Россия воевать. И у НАТО есть вполне конкретный ответ на этот вопрос. Этот вопрос называется разумное сдерживание. Смарт-дефенс. Они запустили эту систему еще в 16-м году. Она дает свои результаты, я так считаю. Ухоза войны большой ядерная избежается. Услышали вас. Спасибо огромное. Алексей Ижак, заведующий сектора Национального института стратегических исследований, был с нами на связи. Мы же идем далее. Тем временем президент Болгарии Руман Радьев назвал Крым российским. Это произошло во время дебатов кандидатов в президенты. В стране, я напомню, продолжает избирательная кампания. В это воскресенье, 21 ноября, второй тур выборов. Радьев может переизбраться на второй срок. Во время дебатов мнения кандидатов разошлись. Соперник Радьева Анастас Герджиков назвал Крым украинской территорией, независимо от того, какой флаг над ним развивается. И выступил против отмены санкций против Российской Федерации. А вот нынешний президент Болгарии заявил следующее. Давайте услышим. Крым сейчас российский. Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом. МИД Украины после таких заявлений вызвал посла Болгарии. Ведомстве подчеркнули, что слова действующего президента Радьева не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии. И резко диссонируют с официальной позиции Софии в поддержку суверенитета территориальной целостности нашей страны, в том числе в ее международно признанных границах. Также потребовал МИД нашей страны от президента Болгарии опровержение сказанного. Мы ждем подобного, но будет ли так на самом деле еще непонятно. С нами сейчас на связи Искандер Бориев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Искандер, добрый вечер. Так нормально? Да, Искандер, здравствуйте, слышим вас. Добрый вечер. Я напомню нашим зрителям, что министр иностранных дел Болгарии был участником, еще раз напоминаю, участником первого саммита Крымской платформы здесь, в столице нашей с вами страны. Чем де-факто он подтвердил участие страны Болгарии в процессе деоккупации украинского полуострова. Прошло несколько месяцев, тут уже целый президент заявляет вот то, что он заявляет. Как трактовать подобную историю? Что изменилось за эти последние несколько месяцев? Больше денег российских стало возможно? Здесь я хочу сказать о том, что то, что официальное лицо той или иной страны присутствовало непосредственно на саммите Крымской платформы, это серьезный посыл о том, что данная страна, она готова поддержать, становится субъектом Крымской платформы. Другой вопрос, что действительно Российская Федерация не спит. И понятно, что Крымскую платформу сегодня нельзя сравнить, к примеру, с международными организациями, такими как ОБСЕ или Совет Европы или ООН. И поэтому, конечно же, где там членство соответственно регулируется. И в этом плане, может быть, нужно критически относиться и к нам самим, потому что сам вопрос, скажем, такой вот больше с бюрократической стороны. Потому что одно дело, была на саммите выдвинула, была подписана декларация Крымской платформы и заявлена об этом. Другой вопрос, когда уже должны максимально быстро проводиться технические моменты, чтобы была соответствующая коммуникация и связь. Потому что, например, вот те аресты и задержания, которые были в начале сентября, мы, к сожалению, не увидели такой консолидированной позиции как таковой Крымской платформы. Мы увидели позицию некоторых субъектов Крымской платформы. И поэтому, конечно же, над этим нужно активно работать. Потому что Российская Федерация это все, у нее достаточно ресурсов, у нее достаточно большой дипломатический корпус, потому что практически в каждой стране у них там целые здания с несколькими десятками дипломатов. И, конечно же, они вкладывают огромный ресурс. И даже если мы проанализируем последнюю ситуацию, понятно, это реакция на Крымскую платформу, на мой взгляд. Когда Европу они начали, скажем, шантажировать с помощью цен на газ и подачи газа. Когда мы видим ситуацию на территории Белоруссии, и они Европу начинают штормить через беженцев. Понятно, что сам Лукашенко никогда бы не пошел на этот путь. И поэтому, конечно же, мы видим некоторую реакцию не только Болгарии, но и Венгрии. Потому что Венгрия также официально принимала участие в Крымской платформе. Да, сейчас некоторые из них могут сказать, что мы приехали поддержать вселетие независимости Украины. Но, с другой стороны, они непосредственно принимали участие в саммите. И поэтому, с нашей стороны, конечно, нужно работать именно на разных уровнях. Одно дело на высшем уровне, когда был саммит. Другое дело, когда наши парламентарии должны активнее работать с тем, чтобы мы уже хотя бы к лету 2022 года смогли собрать парламентскую ассамблею Крымской платформы. И, конечно же, на уровне экспертов. Потому что, когда эксперты и общественники активно поднимают вопросы и поддерживают Крымскую платформу, то политики в любом случае не нужны от своих избирателей. Поэтому вот здесь один минус, который, на мой взгляд, по сегодняшний день существует. Я, во всяком случае, еще не вижу конкретных индикаторов. А что мы получим через год? Или что мы хотим получить? Что мы хотим получить через два года, три года? И поэтому вот здесь очень серьезная работа должна быть как экспертов, так и представителей нашей государственной власти, в принципе. Если говорить в том числе о действиях украинской власти, Юлия, как сейчас власть, кроме вызова посла, должна реагировать на подобные заявления президента Болгарии? Это не какой-то чиновник, депутат и так далее. О разрыве дипотношений не может идти речь часом. Нет, потому что власть отреагировала правильно. То есть они вызвали посла для пояснения. Но вы же анализируете слова, которые были сказаны. И контекст, и кто произносил. Проблема мессенджера, да, от кого исходит сообщение. Так вот, это действующий президент, который сейчас перезбирается на второй слог, будет переизбран, потому что его результаты достаточно убедительные. Он, когда приходил на первый президентский срок, он приходил уже с этой риторикой. Более того, сейчас он не сказал о намерениях бороться за отмену санкций. Он просто поставил под сомнение их эффективность. Сказал, что политика должна быть прагматичной, а это может предполагать, давайте искать действенные решения, которые могут заставить Россию поменять свою точку зрения. Это может и это предполагалось. Мы же не знаем, мы же интерпретируем его слова, правильно? Так вот, за эти 4 года, что он был президентом, Болгария хоть раз выступила против санкций? Она блокировала эти санкции? Или что она делала? Она ничего не сделала в этом плане. Теперь по поводу принадлежности Крыма. Он сказал, де-факто Крым российский. И говорил 4 года назад, когда я сбирался на эту позицию. Разбираем слово де-факто Крым российский. Мы же признаем, что Крым это территория временно оккупирована Российской Федерацией. И согласно международному праву, страна-оккупант несет ответственность за все, что происходит на территории. Правильно? Де-факто она контролирует территорию. Так вот, де-факто Крым российский может означать, что де-факто Россия контролирует территорию. А значит, она есть оккупантом согласно международного права. И значит, вся ответственность за все, что там происходит, лежит на ней. Поэтому... Можно интерпретировать слова и господина Навального о бутерброде абсолютно по-разному. По господину Навальному, если хотите, там вот с этим бутербродом эти слова были выдернуты из контекста специально для того, чтобы дискредитировать его как человека, который может смотреть на вопрос Крыма по-другому. Я знаю от российских оппозиционеров, что многие из них разделяют позицию, что следующее адекватное российское политическое руководство должно Украине на коленях просить прощения. И господин Навальный тоже, если допустить, что он может быть президентом, пока это как бы теоретическая история, но он тоже готов смотреть на ситуацию этого конфликта именно с такой позиции. Но намеренное действие российской власти сделано для того, чтобы у нас складывалось впечатление, что он тоже авторитарная личность, которая будет отстаивать вот этот комплекс Великой России. Проблема, возможно, в трактовании слов господина президента Болгарии или такой болючий вопрос, больной вопрос для нашей страны? Он не имеет определенных трактовок? Ну, то есть, ты говоришь по факту, Крым это Украина, либо ты грезишь и так далее и тому подобное. Это хороший вопрос. Как раз таки на это нужно обращать особое внимание. И, кстати, действительно, наша дипломатия активно работает в этом плане. И если проанализируем резолюции ООН, а их на сегодняшний день в целом девять, ну, вот сейчас Третий комитет прошла резолюция, мы надеемся, что будет уже десятая резолюция. Но, во всяком случае, впервые в 2016 году в резолюции появилось название «Крым является оккупированной территорией». И с каждым разом на это все больше и больше обращать внимание. И, соответственно, как минимум, любой чиновник ООН уже обязательно будет использовать, что «Крым оккупированная территория» или уже временно оккупированная, на что также наши дипломаты уделяли внимание в данной резолюции, что Россия является захватчиком, агрессором. То, соответственно, конечно же, мы здесь можем по-разному рассуждать в этом случае. С одной стороны, политику мало ли что он сказал, что он заявил о том, что де-факто Крым является российским. Но на самом деле мы должны реагировать на это. Потому что де-факто Крым российский для широкой общественности, такой термин понимается по-разному. Если мы говорим чисто по-юридически, то даже с юридической стороны, даже наши некоторые политики часто допускают ошибки, когда говорят «Алло». Да-да-да, Эскендер, слышим вас, да. Да, я продолжаю. Я просто… Попрошу вас перевернуть камеру, Эскендер, попрошу вас перевернуть камеру, немножко изображение перевернулось. Да, продолжайте, пожалуйста. Сейчас попробуем снова наводить связь. Вот правильно я понимаю, Юля, главное – это трактовка слов. Ну, то есть, Крым оккупирован Российской Федерацией уже достаточное количество лет. На нашей территории гибнут наши же граждане. И вот такой вопрос очень щепетильный, когда подбирать слова должен не просто, там, житель Болгарии, целый президент, представитель, главный дипломат страны. Это, мне кажется, главная задача все-таки. Здесь я просто еще не сказала в силу времени о более широком контексте. Когда мы его анализируем, да, Болгария – одна из стран социалистического лагеря, которая осталась во многих аспектах зависима от России. И на сегодняшний день таково является. Действительно, президент исповедует эти пророссийские взгляды. Поэтому его слова де-факто «Крым российский» мы интерпретируем как раз вот в том ключе, в котором его широкая общественность интерпретирует. Все правильно. Но вот в защиту Болгарии, как раз вы упоминали сейчас проект резолюции, который прошел по Крыму с жестким осуждением России. Болгария – одна из авторов этого проекта. Поэтому здесь очень важно смотреть действительно на широкий контекст, и МИД абсолютно правильно, своевременно. Я тут не спорю с коллегой. Я согласна, что любое такое заявление должно жестко пресекаться, и мы должны использовать любую возможность напоминать, что есть на самом деле в международном праве действия России в Крыму, и кому принадлежит Крым. Скандер, буквально фразу хочется от вас услышать, у нас остается менее минуты, говорили представители украинской власти, в том числе, что Россия всячески давила на страны-участницы саммита Крымской платформы. И сейчас, возможно, мы будем уже далее пожинать плоды вот этого давления. Стоит ли далее, по вашему мнению, ожидать от представителей абсолютно разных стран, участниц Крымской платформы, вот такие неоднозначные заявления, в которых приходится разбираться. А что имел в виду на самом деле политик? Ну, на самом деле Российская Федерация активно работает и в том числе и финансирует ряд политических сил в той или иной стране. Но давайте мы просто пройдем параллели с Чехией. Когда президент Земан неоднократно заявлял именно про российские позиции, хотя мы знаем официальную позицию Чехии, которая систематически и системно, я бы даже сказал бы, поддержит Украину. И поэтому вот здесь мы просто, наверное, должны вовремя пресекать, давать определенные посылы и, конечно же, ссылаться на те основные документы, которые принимаются. Потому что резолюция Генеральной Ассамблеи, хоть она носит рекомендательный характер, но при всем том, это очень важный, серьезный посыл для политиков достаточно высокого уровня. И поэтому таким образом нужно всегда давать, ну, я бы даже так бы сказал бы, тыкать на то, что, ну вот, пожалуйста, ребята, международная авторитетная организация приняла такое решение, где субъектами данного решения, как коллега сказала, в том числе является Болгария и голосует за. Саакашвили согласился госпитализироваться в военный госпиталь и прекратить голодовку. Накануне экс-президента Грузии гражданина Украины перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице. Я напомню, состояние здоровья Михаила Саакашвили критическое по многим жизненным показателям. К такому мнению после медосмотра пришла группа врачей под эгидой эмбудсмена Грузии. Экс-президент Грузии не принимал пищу с 1 октября, похудел на 20 килограммов. В МИД Украины призвали оказать Саакашвили необходимую полноценную медицинскую помощь. Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и возвращению его в Украину. Украинская сторона возобновляет обращение грузинским властям обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью. В частности, перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. С нами сейчас на связи Бека Басилая, адвокат Михаила Саакашвили. Бека, добрый вечер. Добрый вечер, добрый. Несколько дней назад мы с вами также разговаривали в эфире программы «Украина на самом деле». Тогда вопрос «А влияет ли состояние экс-президента Грузии на тот судебный процесс, на те процессы, которые сейчас происходят в Грузии?» Мы так, знаете, пришли к этому ответу, что скорее всего нет. Сейчас состояние уже критическое, сейчас уже прекращена голодовка. То есть, уже пришел тот момент, знаете, когда нужно останавливаться, и грузинскому правоохранительным органам, грузинскому суду нужно уже принимать, возможно, решения более гуманные. Как сейчас будет протекать дело, по вашему мнению? Вот ситуация такова. До сих пор они ждали, как это положение Миши не было, так критически дошло. Они не перевезли его на гражданском больнице, и они вообще игнорировали те рекомендации и правительственного консилиума, и консилиума, который состоялся с омбудсменом. И вчера была очень тяжелая картина. Мы с Мишей встретились, и он упал прямо в наших глазах, потерял сознание. И это был настоящий шок. Это был, ну, не знаю, может быть, даже точка невозврата уже там была. Но, как господ, ну, нам всем помоги. Сейчас его состояние стабилное. Зачем я все это сейчас говорю? Все эти полмесяца, месяц половина, они смогли и там судебные заседания создать. Они могли, чтобы там свидетель допрашивать и так далее в деле Миши. Но они все это не сделали. Они дождались того обстоятельства, когда у Михаила уже сейчас нет силы, и сейчас надо его реабилитация начинать. Я надеюсь, что этот процесс пройдет успешно. Третий президент Грузии, главный реформатор истории этого страны поправится. И когда у него уже будет силы, уже не будет этой искусственной барьеры, чтобы он принимал участие в своих процессах. И еще главное. Вот все эти дни и все эти половина месяца, да, и месяц половина, мы видели, что Михаил Саакашвили, это не только политозаключенный, мы видели, как власть к ним обращается и как его право человека для власти ничего не значит. Это дает нам не только как адвокатом. Все в обществе, это видно уже, что Михаил Саакашвили здесь в Грузии справедливого правосудия просто не может достиг, потому что все эти недели, все эти дни мы видели политического шантажа, мы видели политического, там, вот, как это, чтобы было прямо, они негуманно к ним приступили, да. И я не жду, что в ближайших временах наши судьи, наши правосудия будут использовать законы, будут использовать конституции, они все еще будут использовать только те позиции, что и будет у власти сделать все как, как для Ивани Шили и для пропутинского правительства Грузии будет удобно. Услышали вас, Бека, спасибо огромное. Бека Басилая, адвокат Михаил Саакашвили был с нами на связи, будем держать руку на пульсе этой темы также. Друзья, напоследок, в конце нашего эфира я напоминаю несколько слов буквально о коронавирусе. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, более 95% умерших из-за осложнений от COVID-19 не были вакцинированы. Вакцинация – это ваша защита. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok